МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К своему знаковому юбилейному дню рождения 150-летнему. Ну и, естественно, кто же они, выпускники сегодняшнего универа? Как они интегрированы в жизнь региона? Помогут нам разобраться в этом ректор Тверского государственного университета Скаковская Людмила Николаевна, Леонтьева Татьяна Геннадьевна, декан исторического факультета, потому что без истории ничего. И как результат президент Ассоциации выпускников Тверского государственного университета Пленкин Валерий Львович. Потому что ведь мы с вами оцениваем любой вуз по качеству, результативности и успешности выпускников. Так ведь? Ну так, Людмила Николаевна, вот не за горами уже такая, скажем, очень солидная и серьезная дата, которой могут похвастаться даже на федеральном уровне далеко не все вузы. А тут наше Верхневолжское, родное. Так вот, с чем подходит Тверской государственный университет к вот такой знаковой юбилейной дате? Ну и, конечно же, насколько глубоко он интегрирован в жизнь региона? И какое место занимает, по вашему мнению? Ну, конечно, для нас, все, кто живет и работает в университете, это самый лучший вуз России и мира. И не только потому, что он был создан 150 лет тому назад. создан с легкой руки, с добрым сердцем Павла Павловича Максимовича, но и потому, что мы можем говорить о том, что все 150 лет университет идет поступательно. Никогда не было такого еще случая, года, десятилетия, чтобы университет потерял какие-то свои позиции. Ну, представьте себе, 150 лет назад это школа Максимовича. Далее революция — это учительский институт. Далее военное время — это калининский педагогический институт. Далее университет и сейчас инновационный, передовой, выдающийся, серьезный, масштабный университет, современный университет нашей страны, который достаточно выигрышно выглядит во всех регионах, не только российских, но и международных. У нас сейчас более 10 тысяч человек в университете, 8,5 тысяч студентов, 400 гимназистов, 1100 преподавателей и сотрудников, но и университет расширяется, расширяется за счет того, что множество дополнительных программ в университете. И благодаря этим дополнительным программам у меня возникает такое ощущение, что весь город и весь регион, да и вся страна учится у нас в университете. Я должна сказать, что качество образования оценено очень серьезно и в международных рейтингах, и в российских рейтингах. Мы в передовых. И это дорогого стоит. В 500 лучших вузов мира, насколько я знаю, входит, да? Входим, входим. Если перечислять все многочисленные рейтинги, то какой бы рейтинг мы ни посмотрели, мы выглядим в очень сильных и очень серьезных вузах. Здесь открывалось сотое представительство, такое Microsoft, насколько мы помним. То есть очень много таких знаковых событий связано с Тверским государственным университетом. А насколько глубоко вуз интегрирован в жизнь верхневожья? Знаете, каждая образовательная программа имеет договор на практику. Каждый студент нашего университета прошел практику на том или ином предприятии. И я очень рада, что большая часть студентов осталась на этих предприятиях, потому что университет классический, и университет работает по всем укрупненным группам направлений и специальностей. У нас около 200 образовательных программ. Бакалавриат, специалитеты, магистратуры, аспирантуры. Выбирай, не хочу. Захотел быть химиком, пожалуйста. Захотел филологом, пожалуйста. Айтишником тоже, историком, пожалуйста. То есть любой-любой спектр, какой бы ни захотел наш абитуриент, он найдет в Тверском государственном университете. Но я должна сказать, что университет завоевал свою славу, популярность и уважение благодаря действительно качественному образованию и благодаря тому, что очень многие и дедушки, и бабушки, и прабабушки, и прадедушки, и мамы, и папы присылают до сих пор к нам своих близких, родных, самых людей, детей и внуков, и никто еще никогда не разочаровался. Потому что университет — это та база, которая дает выпускнику действительно ту формулу успеха, благодаря которой человек может потом состояться в жизни. Я думаю, там уж не будем мы даже скрывать, мы же знаем, что долгое время в обойме Игоря Михайловича Руденя работал ваш предшественник, заместителем губернатора, курировал и социальную отрасль. В целом, да, ведь это серьезно, ведь, наверное, не поставили бы на такую важную должность человека, скажем, неподготовленного. Значит, и студенты, и профессорско-преподавательский состав, и руководители университета отвечают высшим стандартам, насколько я понимаю, да, сегодняшних требований, которые возникают в обществе. Хорошо, а вот все-таки, смотрите, насколько вы идете в ногу со временем? Ведь сейчас же внедряются очень такие серьезные направления, как робототехника и прочее. Я знаю, что здесь тоже очень много наработок. Да, вы совершенно правы. В этом году мы получили лицензию на право введения образовательной деятельности, и образовательная программа робототехника пришла в наш университет. Поэтому, ребятам, можно не ехать в столичные вузы, а получить образование здесь. То есть 21 век, он здесь? Да. Он с нами. Вот хотя мы там видим зачастую, что-то там не все у нас там ладится, и все остальное. Но есть все предпосылки для того, чтобы нашу жизнь улучшать, а для этого, мы понимаем, нужно готовить качественных специалистов, которые сегодня в университете есть и на выходе будут. Совершенно справедливо. Вы говорите, Сергей Николаевич, я должна отметить, что университет – это та структура, это тот организм, который живет традициями, с одной стороны, а с другой стороны стремится ввысь и вперед. То есть вот здесь здоровый консерватизм сочетается с духом новаторства, который свойственен и присущ старейшему, но в то же время самому молодому и современному вузу верхневожья. Но а с чего же, Татьяна Геннадьевна, все начиналось? Давайте мы с вами вспомним истоки, давайте вспомним Павла Павловича Максимовича и ту женскую школу, с которой все, в принципе, и началось. Без этого просто нельзя, Сергей Николаевич. Я очень благодарна и моей коллеге тоже вам, что вы эту тему затронули. Потому что школа Павла Павловича Максимовича и имени Павла Павловича Максимовича, она должна стать предметом гордости тверичан. И Тверское государственное университет как восприемник и истории школы, и традиции, и ее опыта, и самой идеи должен как можно чаще об этом говорить. Потому что школа была явлением уникальным. И это действительно так. Уже хотя бы потому, что открыто в 1870 году она сама по себе была огромным событием, одним явлением. То есть 9 лет прошло, просто отменили крепостное. Да, всего 9 лет. Времени прошло, да. И вот к этому времени нужно сказать, что грамотность в России была на нижайшем уровне. Нет точных данных на середину XIX века, на 70-й год, но есть данные на 1897 год, когда проходила первая всероссийская перепись населения. 12,4% грамотных в России. И вот тех, кого мы сейчас называем прогрессивными политическими общественными деятелями, понимали, что невежество основного производителя, крестьянина, будет препятствием для развития России даже после отмены крепостного права. И Тверское земство, которое на всю Россию тогда было известно как передовое, поставило вопрос об организации школ для народа. Но тут возник вопрос, а кто будет учить? Кто будет работать в этих школах? И нужно сказать, что Павел Павлович Максимович к этому времени уже человек заметный в земстве. Он был не просто гласным Кашинского земского собрания, он был членом губернского собрания. Он попытался еще в 50-е годы в своем имении Спасское в Кашинском уезде открыть школу для крестьян. Но эта затея провалилась по одной простой причине, чтобы действительно не было учителей. Потому что в Тверской губернии учительские должности более чем на 50% занимали лица духовного звания. То есть это немножко другая концепция образования. России нужны были другие грамотные люди. И вот тогда у него возникла идея открыть школу, которая будет готовить учителей. И для Павла Павловича Максимовича, как человека очень, подчеркну еще раз, прогрессивного, не было сомнений, что роль учительницы в школе должна принадлежать женщине. И вот эта идея даже для 70-го года была очень смелой и очень дерзкой. Я вас немножечко прерву. Мы сейчас уйдем на короткую паузу. Уважаемые телезрители и радиослушатели, оставайтесь с нами. Пауза будет недолгой, и мы опять вернемся в студию. И мы вновь в студии. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям телефон премиума эфира 300-190. Если у вас будет желание включиться в беседу, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Татьяна Геннадьевна, и так вернемся. И так вернемся. И вот, несмотря на то, что вопрос о положении женщины в обществе возник еще в середине 19-го века, в 60-е, 70-е годы идея предоставить женщине право работать, учиться, оно звучало пока еще очень непривычно для российского уха, и находилось немало противников этого вопроса. И нужно сказать, что женский вопрос, то есть вопрос об уравнении социальных прав у женщины, то есть ее право на учебу, работу, на семейное равенство, сформулировали мужчины, и мужчины спорили между собой, способна ли женщина, в принципе, к такому виду деятельности, не будет ли это вредить ее нравственности. Какие возможности открыть, какие не стоит. Да, какие открыть, какие нет. Уведет ли ее это из семьи. И поэтому значительная часть мужского сообщества старалась его как-то приглушить. Но пока мужчины спорили, женщины, особенно из дворянских семей, нашли выход. Они заключали фиктивные браки и уезжали учиться за рубеж. И вот еще раз повторюсь, те, кого мы считаем людьми прогрессивными, понимали, что вот этот вопрос, решение этого вопроса затягивать нельзя. И Павел Павлович Максимович принадлежал как раз к числу таких людей. Смелых людей. Да, смелых людей, действительно, смелых и дерзких, я бы сказала. И по-военному быстро и резко он заявил в Кашинском земстве сначала о желании открыть такую школу для подготовки народных учительниц. К этому времени уже эта идея прорабатывалась и в учебном комитете Московского учебного округа. Но там говорили о необходимости устройства учительских семинарий, где будут учиться девушки уже подготовленные, из дворянских семей, из семей духовенства. И поэтому идея Максимовича там не нашла поддержки. И многие земцы тверские тоже довольно скептически к этому относились, считая, что вопрос не подготовлен, не проработан. Тогда, опять же, по-военному быстро Максимович решил открыть школу на частные счеты. То есть на собственные деньги. Вот это правильная реплика. Почему? Потому что нам сегодня кажется, что частная школа это история про доходы, которую мы будем иметь открыть такую школу. А там наоборот. Все расходы он брал на себя. И в первый набор был направлен на 30 мест. То есть 30 человек он готов был обеспечить. Вначале арендовали здания. И вот еще подчеркну, что гуманизм идеи Максимовича заключался в том, что он выбрал в качестве контингента учительств девушек из крестьянского сословия, для которых образование было и необходимо, и которые не могли оплачивать любое образование, например, в тех же учительских семинариях. Они были глубоко адаптированы в эти слои. Да, Они знали ситуацию изнутри, они знали потребности своего сообщества, своего социального слоя. И вот он очень быстро уже, когда речь зашла о частной инициативе, он очень быстро этот вопрос решил. И в 70-м году школа открывается. И вот здесь возникает уже главная тема. Кто, как и чему учил в школе Максимовича? Павел Павлович пригласил в школу для крестьянских девушек, высококлассных учителей, профессионалов своего дела. В его школе оказались и бывшие преподаватели из столичных вузов, и держатели частных школ, как, например, ее будущая директриса Дьяконова, и представители учительского контингента из гимназии Твери. То есть те преподаватели, которые могли действительно дать очень качественное знание девушкам. Диапазон дисциплин, который они изучали, был чрезвычайно широк. Конечно, основной упор делался на гуманитаристику. Причем, опять вспомню, что девушки из крестьянского сословия, которые приняты без особых экзаменов, им предстояло, кроме обычных предметов филологии и истории, обычных, вроде бы, достаточно легко воспринимаемых младыми людьми, изучать психологию, педагогику, дидактику. То есть достаточно серьезные дисциплины. Очень серьезные. Очень серьезные. Более того, весь естественно научный и технический блок в то время только-только появляется химия. Химия изучается в специально оборудованной лаборатории. Физика. Физику начали изучать, увлеклись астрономией, ввели дисциплину космографии и так далее. И нужно сказать, что для того, чтобы замотивировать на результат учащихся, оценки не ставили. Вот на протяжении всего существования школы она была без оценок. И тем не менее, судя по воспоминаниям выпускниц, мотивы были очень мощные. Девочки учились, понимая, что им это пригодится в жизни. И вот для того, чтобы учительница не была, как в то время говорили, синий чулок. Их учили искусством самым разным. Музыка прежде всего. Раз музыка, значит хор. Выявили одаренных девочек, открыли для них скрипичный класс. Рисование с обязательными пленэрами. Физкультура. Только-только в начале XX века стали вводить уроки физкультуры в таких гимназиях, которые мы называем прогрессивными, столичных гимназиях. И в Тверской школе Максимовича появляется тоже урок физкультуры. Специально приобретается форма для девочек, специально заказываются снаряды, вводится так называемая очень модная тогда шведская гимнастика с палками. Появляются финские лыжи. Первые лыжи называли финскими, и для них приобретаются гибкие валенки. И Максимовки вспоминали, что когда они от здания школы шли к Волге кататься на лыжах, весь город не сводил с них глаз, потому что все не понимали, что это такое, что они будут делать. И девочки вспоминали, что все это придавало им ощущение, что они какие-то особенные, что о них так заботятся, и что они потом все это должны отдать людям, они все это должны отдать народу. В конце 19-го, начале 20-го века строятся два модерных здания в центре, те здания, которые мы сейчас считаем своей альбоматой. И они тоже оборудованы очень тщательно, они не роскошные, но они очень удобные. Для каждого функциональные. Здесь есть и столовая, здесь есть и спальня, здесь есть и классы, классы все специально оборудованы. Остались фотографии, мы видим и муляжи, и картины на стенах, и много-много другой мебелью довольно приличную. Каждая девочка сидела на венском стуле, у каждой девочки был свой столик с выдвижным ящичком, и существовала традиция на праздники туда закладывать открыточки. То есть ощущение того, что ты входишь в класс, и тебя здесь ждет не только комфорт, но и сюрприз, оно тоже создавало такую особую атмосферу. И мы очень часто встречаем в воспоминаниях выпускниц вот эту метафору «семья». Действительно, учителя были не просто учителями, они были наставниками, они учили девочек жить, они их учили разбираться в каких-то сложностях, которые возникали у них в процессе обучения. Они способствовали формированию их личностей, и все с благодарностью вспоминали вот это время своих наставников и время своего взросления и становления. Ну и конечно, потом наступал выпуск. За 49 лет, сколько работала школа, выпустили 1200 учениц, и более трети из них ушли работать в школы по назначению. Но и те, кто не выбрали школу, они выбрали институты, они выбрали даже смежные профессии, они были сразу же востребованы. Уровень подготовки позволял им самореализоваться. В земских учреждениях грамотных людей было очень мало, поэтому школа Максимович, она действительно была вот таким уникальным учебным заведением, очень необходимым. О чугом прогресса, который создал Павел Павлович. Да, и через некоторое время, в 1889 году он передал школу в ведомство Земство уже. Земство было, конечно, очень благодарно ему вообще за факт создания школы. Уже в 1872 году школе присвоили имя Максимовича, но он курировал ее до 1989 года, пока серьезно не заболел. И затем уже земцы подхватили это начинание и поддерживали его вплоть до революционных событий, до 1919 года, когда на базе этой школы было создано первым. Вот они истоки народного образования Верхневложья. И вы сказали, сколько было выпускниц? 1200 выпускниц. 1200 выпускниц. Конечно, они в силу обстоятельств не смогли войти в ассоциацию, которую возглавил Валерий Львович, но тем не менее они смогли наверняка туда уже направить в дальнейшем для дальнейшего обучения в вируссетете своих детей, может быть, родственников и прочее. И я думаю, что если даже сейчас глубоко покопаться, то можно найти вот такие корни у сегодняшних выпускников. Это есть. Я так понял, что можно слов сказать. Во-первых, я хотел бы дополнить Татьяну Геннадьевну, что в этом юбилейном году выпущена книжка «Хранители прошлого». Вообще удивительный, небольшой, но очень интересный документ с фотографиями того времени. Я думаю, что каждый себя уважающий человек, уважающий историю нашего города обязательно должен посмотреть и полистать ее, потому что такие интересные есть вообще ситуации, даже описано, какие происходили во время обучения девочек и как они обучались. Это просто необходимо. И говоря о наших выпускниках, очень хорошо Людмила Николаевна охарактеризовала, действительно это те люди, окончившие наш вуз, которые сегодня по сути занимают самые главные позиции в нашей губернии. Вот я начну хотя бы с того, что практически наверное больше половины руководителей если не больше даже руководителей губернских организаций областных практически все выпускники. Вот я стал как-то раз с Людмилом Николаем разговаривали перебирать а этот, а этот, а этот все наши выпускники корнито из университета. в руководстве области и сегодня является выпускник Тверского университета Сергей Голубев, Сергей Анатольевич вот уже несколько созывов является депутатом законодательства. Самое главное что я хотел бы коротко сказать по сути дела университет готовит элиту управленцев нашей области и то, что сегодня мы видим как бы реально не умаляя роли значения других высших учебных заведений все-таки университет занимает оглавенствующее положение по праву подготовки кадров для наших управленческих структур производств школ вузов а если говорить о науке ну я знаю что по тем моей информации которая у меня есть наш университ является просто передовым не только в нашем городе но и по регионам и вот продолжая может быть тот разговор который начала Татьяна Геннадьевна вот наши выпускники являются продолжателями тех традиций причем традиций очень глубоких которые на сегодняшний день очень прочно у нас в университете стоят я прямо скажу что вообще у нас анализирует у нас звонок пожалуйста говорите здравствуйте меня зовут Александр Анатольевич очень интересная беседа о подготовке учителей а вот у меня такой вопрос есть ли у нас институт для подготовки директоров школ потому что здесь уже вот как практика показывает выбираются и уже проявивших себя учителей да но как показывает жизнь им нужна тоже определенная подготовка вот что вы думаете спасибо Александр Анатольевич вы наш вот такой очень активный зритель и слушатель спасибо вам за то что вы вот так активную позицию занимаете ну вот Людмиленко может быть вы скажете с удовольствием ответим на этот вопрос спасибо вам большое у нас есть образовательная программа магистерская которая так и называется менеджмент в области образования и очень многие руководители в правительстве в нашем в городе и конечно директора школ прежде всего получили образование на этой программе ей уже 8 лет приглашаем если позволите пару слов продолжения разговора я опять окунусь в историю это тоже традиция это как раз касается методической подготовки здесь мы тоже опираемся на традицию которую заложил Максимович он организовал первый методический центр в городе и в губернии где как раз в кружке единомышленников тоже проходили можно сказать повышение квалификации учительницы которые становились и директрисами значит что в этой связи нужно может быть я думаю что городскому управлению образования более тесно взаимодействовать с Тверским государственным университетом коль скоро вот такие вопросы возникают но я думаю что они могут быть решены здесь проблем вот на базе университета вполне можно организовать вот такую переподготовку на самом высоком уровне как я понимаю ну и давайте продолжим если бы говорить по существу да действительно Максимович Павел Павлович предусмотрен очень много тех идей которые в его время были еще может быть ранними но уже необходимыми назревала их необходимость сегодня было уже сказано о том что только-только крепостничество рухнуло крепостная реформа произошла и уже тогда было видно что нам надо жить по-новому и вот сегодня хотя и говорят что он как бы очень интересно смотрел на женщин в плане их участия именно вот в образовании а ведь действительно это очень было жизненно и то что он будем так говорить создал эту школу создал школу на собственные деньги он благотворитель большой это говорит о том что он уже видел в то время может быть вот то что на чем мы учились и как мы учились что женщина должна быть как мать она становится для ученика высоким авторитетом да можно говорить о том что не хватает сейчас мужчин в школах но вместе с тем без женского фактора без женского влияния школа не может существовать это так почему как бы он наверное это еще и реализовал потому что он был сам преподавателем Павел Павлович обучался в элитном военно-морском учреждения в корпусе морском корпусе сейчас это очень известное кстати продолжение тоже там традиции есть тех людей которые закладывали основы нашей русской морской славы ведь если посмотреть Павел Павлович Максимович учился учился у таких интересных людей о которых мы сегодня говорим с придыханием ведь по сути дела что такое для нас такие вот фамилии как адмиралы Лазарев Белинсгаузен Крузенштерн это же вообще для нас неприходящее это слава России глыбы да и собратьями по партии будем так говорить у Максимовича тоже были прекраснейшие люди российской истории это Инахимов Корнилов Истомин и даже будущий губернатор Тверской губернии Сомов Афанасий Николаевич который кстати помог реализовать идею по созданию школы Максимовича когда он был губернатором нашей области поэтому очень многое переплетается многое как бы вот мы видим сегодня с одной точки зрения а ведь он был Павел Павлович Максимович был где-то и провидцем несомненно сегодня было сказано о том что к сожалению у нас население Тверской губернии после реформы значит когда крестьяне получили освобождение вольное у нас практически деревня была черная она была неграмотная и этим пользовались люди а вот луч света дал Павел Павлович Максимович Максимович шли в школы и обучали тех то новое поколение которые на сегодняшний день будем говорить вот те же люди которые воспитали своих уже сыновей и которые защищали нашу родину в 41 ведь это было так и сегодня нельзя не сказать о том что Павел Павлович был награжден немногими наградами у него была медаль золотая вольного экономического ордена и императорским крестом четвертой степени достаточно серьезная награда но вместе с тем на этом вся наградная его история кончилась но он заслужил больше но он действовал не ради наград и не ради славы как мы с вами понимаем а он заслужил больше награды он заслужил память о нем у потомков и вот если какое-то время назад значит ну имя вообще очень многих там интересных людей было в Туне и вот сегодня мы начинаем разбираться в этом вопросе сегодня мы хотим увековечить память Павла Павловича Максимовича я бы вот еще в связи с этим сказал что ведь Тверь середины девятнадцатого века начиная с шестидесятых семидесятых восьмидесятых годов она была достаточно маленьким провинциальным городом губернским и друг друга все очень хорошо знали несомненно я в этом даже не сомневаюсь и вот так получилось что люди которые жили в то время они сдали такой толчок образованию науке просвещению медицины что мы это ощущаем на себе сегодня то что заложено этими интереснейшими людьми меценатами промышленниками купцами это сегодня мы пользуемся их трудом мы пользуемся их копейкой взять вот допустим такой пример вот был к сожалению забытое имя я его назову значит вам Дезен Эдуард Федорович это по сути дела основоположник врач тверского родовспоможения помимо того что у нас было плохо с образованием среди нашего населения у нас была еще дикая бескультура в плане как женщинам нужно было рожать где они рожают какой уход за роженицей и этот человек создал первое отделение родовспоможения вот в нашем городе я вас еще ненадолго прерву у нас еще один звонок пожалуйста говорите вы в эфире здравствуйте скажите пожалуйста а какой процент выпускников идет работать в школы и второй вопрос есть ли в университете распределение спасибо по моему по моему систему распределения можно только вспоминать вот те старые добрые традиции Людмила Николаевна благодарим вас за вопрос думаю что наверное коллега звонит потому что вопрос больной распределения сейчас нет есть целевой набор это присылают из допустим различных регионов получить образование педагога в нашем университете но если кто-то прислал этого студента то он его и заберет я думаю что вот к этому вопросу серьезнейшему вопросу для нашего региона нужно обязательно возвращаться и бить во все колокола потому что мы знаем что учительский корпус стареет и студенты ходят на практику и мы понимаем что им нужно бы оставаться в школах но вот пока к сожалению такого не происходит не знаю хорошо ли будет если будет такое жесткое распределение потому что да с одной стороны государство дает деньги на образование того или иного молодого человека то кем хочет стать каким преподавателем но с другой стороны наверное прошли те времена когда можно было силой кого-то заставить что-то делать скорее всего нужно делать привлекательным то место где человек будет работать но я должна сказать что есть и много ребят которые действительно не за зарплату идут работать а вот за то моральное удовлетворение может быть в их генах течет кровь тех самых максимов которые вложили наверное в их души желание сеять доброе вечное хотя я прекрасно понимаю что школа сегодня очень изменилась но наверное все-таки что-то в нашу современную школу вот именно то светлое и доброе вернуть просто необходимо но потребность она более чем назвала а по поводу процента вот еще по поводу процента вы знаете я могу сказать что где-то 50 процентов точно идет в школы Людмила Николаевна ну вот знаете как ведь действительно подойдя к 150-летнему рубежу это серьезно очень это значит уже вуз вправе определенным образом гордиться да вот своей историей достижениями но вот как мы с вами видим ведь то качество и высочайший уровень та высокая планка которую задал Пал Палыч и те выпускницы которых тщательно готовили они ведь накладывают и серьезную долю ответственности на вот сегодняшний университет в плане качества выпускников согласитесь да вот сегодня упомянули о той действительно немалой научной деятельности я знаю что естественники сегодня действительно Валерий Леонидович правильно сказал на уровне и не только региона далеко за пределами известно потому что естественники университета достаточно серьезно толкают науку это и химики и физики да и многие другие это действительно так вот но есть еще и очень важные институты вот сегодня один из серьезных да вот таких подразделений это институт управления экономики то есть очень серьезно педагогический у вас еще есть институт да институт педагогики и социальных технологий это очень серьезные такие направления сколько сейчас значит факультетов включая вот два этих института какие специальности сегодня в Тверском университете есть которым можно вот которые могут получить абитуриенты 20-20 и так далее но позвольте немножко похвалиться потому что в Тверском государственном университете сегодня более 100 докторов наук профессоров не каждый столичный вуз может похвастаться таким богатством потому что профессорский преподавательский состав на высоком уровне а степененность в целом по вузу какая я бы сказала 99% потому что у нас есть свои докторские диссертационные советы ехать никуда не нужно можно получить степень кандидата и доктора наук у нас в университете ну и если говорить о преподавательском составе то каждый же человек который работает в университете он не просто преподаватель он еще ученый за его плечами большая серьезная научная школа множество учеников студентов магистров бакалавров и каждая научная работа студента вот мы все время ждем июня это феерия выпускных в кубернат я не сомневаюсь можно публиковать как научный труд потому что преподаватель научный руководитель вкладывает душу все свои знания в то чтобы работа состоялась поэтому так и запоминаются все эти защиты магистерских аспирантских работ бакалаврских даже работ работ специалистов потому что каждый из них несет в себе маленькое открытие и ни за одну работу университету не стыдно ну и на сегодняшний день шесть докторских диссертационных советов работают постоянно и куют так скажем кадры высоко квалифицированные ну должна сказать что на сегодняшний день почти 200 образовательных программ ждут своих абитуриентов у нас 1200 бюджетных мест и мы надеемся что возможно еще будет какое-то перераспределение об этом уже говорилось на самом высшем уровне да и мы надеемся что возможно и нам еще будет какое-то дополнение к этим бюджетным местам ну и конечно без ограничений на сегодняшний день поскольку лицензионные площади университета позволяют мы ждем на платной основе по возможности мы понимаем что в условиях пандемии ситуация достаточно тяжелая поэтому ученым советам университета принято решение разбивать плату помесячно и поквартально то есть как угодно потому что учиться обязательно нужно ну и университет насколько я знаю вышел уже так скажем на вот те востребованные формы да новые формы там онлайн обучение и все остальное прочее которая может быть еще бы как-то и пробуксовывала но вот как говорится не было бы счастья да несчастье помогло поэтому здесь есть какое-то может быть и положительное влияние хоть конечно не дай бог этой болезни которая принесла очень много горя в нашей стране и по всему земному шару поэтому конечно же не хотелось чтобы люди болели но тем не менее если происходит вот развитие современных технологий в плане приближения да вот возможности для обучающихся это очень важно это надо наверное двигать дальше Валерий Львович вот мы все-таки наверное должны еще вспомнить по тому событию которое вы упомянули действительно планируется на мой взгляд очень важное не только для университета но и для города Твери события открытия памятника вот действительно меценату с большой боку ведь те времена действительно давайте вспомним Мамонтовы Морозовы Максимовича Бакунины Успенские вот эти люди которые не за славу и прочее а вот действительно несли добро создавали то что до сих пор живо и мы еще пользуемся плодами этого и на мой взгляд действительно наверное серьезное упущение что вот таких достойнейших сынов своей отчизны еще не увековечили как говорится в бронзе и в камне ну это вот очень важно я согласен с вами к сожалению это такова история но вот выпускники наш орган ассоциация выпускников вышла с инициативой нас поддержал ректор нас поддержал ученый совет и как бы сейчас эта работа уже идет достаточно быстро мешает пандемия вот то что тем не менее уже тем не менее уже мы практически подходим к завершающей стадии да действительно принято решение ученым советом создать памятник Павлу Павловичу Максимовичу мы объявили сбор народных денег денег меценатов и вот на сегодня же день уже как бы эти эта работа двигается и у нас есть интересный проект нашего скульптора Тараскова Пшарадского который уже больше года работает над образом Павла Павловича Максимовича и на сегодняшний день у нас уже вот сегодня должны быть подписаны договора непосредственно с каменно обрабатывающим предприятием в Карелии с литейным предприятием в Смоленске я думаю что в течение этой недели у нас уже первые проплаты пройдут по этому проекту я думаю что со мной наверное согласятся коллеги что если мы сделаем этот памятник это будет действительно благодарность Павловичу Максимовичу за его величайший вклад в культуру в науку образование нашего города и не только города но и области причем это ведь делается на пожертвование на пожертвование это к сожалению государство не может не хочет не знаю как это назвать это все личные деньги людей ну к сожалению у нас на лечение детей на памятнике нам приходится собирать и я бы хотел продолжить о том что не только вот этот памятник будет создан в этом году и 1 декабря я думаю мы возложим цветы к его подножию но и еще ряд интересных думаю таких увегковечивающих мероприятий память Павла Павловича будут реализованы ну во первых мы уже отлили почетные знаки в серебре и ректор ученый совет будут награждать лучших ученых лучших людей университета и не только университет причастных причастных к этому это хороший интересный получился знак серебряный который отливает уже отлит мы очень хотим сделать это трудно значит но все таки сделать заложить в этом году начало не знаю как получится до конца но начало мы сделаем это аллея в студгородке на Соменке аллея которая будет называться память Павла Павловича Максимовича вот мы очень хотим и дай бог нам это совершить чтобы в Кашине на родине Павла Павловича мы все таки как то отметили память и в его родовой да это очень важно имение и хотя трудно все это но вместе с тем мы стараемся это сделать нас поддерживает Людмила Николаевна другие наши ученые коллеги и самой кульминацией наверное нам очень хочется чтобы это было общегородское большое мероприятие если не областное мы хотим сделать вечер памяти в октябре ноябре месяце сейчас дата как бы определяется вечер памяти Павла Павловича Максимовича где мы бы пригласили интереснейших людей людей таких стойков которые сегодня двигают и педагогику и науку и чтобы вот проведение этого вечера памяти это во-первых было бы нашим долгом перед Максимовичем всеми теми людьми которые работали над такими большими проблемами образования и просвещения нашего народа ну и конечно же мы выпускники надеемся что это будет работать и на имидж нашего безусловно а я что хочу сказать вы знаете как Тверской университет обрастает такими важными и серьезными партнерами ну я уж избавившись от лишней скромности хочу напомнить что и медиахолдинг Тверской проспект имеет договор о сотрудничестве с каким государственным университетом вот и как заместитель председателя совета директоров нашего медиахолдинга я хочу вот выразить слова благодарности вам за то что вы делаете и то что наше сотрудничество будет безусловно продолжаться мне очень приятно что Тверское отделение российского фонда мира здесь тоже вложило свою лепту и было доверено аккумулировать средства для памятника именно через счета фонда вот я думаю что партнеров у университета и Людмила Николаевна об этом сегодня скажет все больше и больше с каждым годом это вот один из тех моментов которые нужно тоже нам знать и действительно это повод для гордости потому что вуз интегрируется очень глубоко в жизнь всего региона это не только образовательная площадка это уже культурный и образовательный центр верхневожья наверное так можно сказать с полной ответственностью мне хочется сказать спасибо огромное и Валерию Львовичу и ассоциации которая работает на благо университета потому что сама представляет университет огромное спасибо хочется сказать попечительскому совету который в общем-то та структура и входят люди совершенно ну я бы сказала может быть даже далекие от университета может быть они и не учились в университете но тем не менее они настолько заинтересованы в университете настолько хотят помочь университету сотрудничать с ним что вот искренний поклон всем кто заинтересован в судьбе университета и в развитии его самое главное в его будущем у нас много добрых отношений добрых друзей с вузами российскими с академией образования с вузами зарубежными и я думаю что вот в этом залог успеха наверное любой организации любого предприятия что она живет не замыкаясь себе она живет для всех и поэтому все приходят в университет и давайте вспомним что партнером университета и его другом надежным является российское историческое общество в лице отделения моментально прошло время нашей программы у нас остаются считанные минуты Татьяна Геннадьевна продолжите пожалуйста я хотела сказать что отделение российского исторического общества в сфере тоже готовит подарок родному университету по запросу нашего отделения российский государственный исторический архив подготовил комплект документов которые ранее не были опубликованы и мы получим их в подарок к нашему славному юбилею и я надеюсь продолжим изыскание о личности Павла Павловича Максимовича о школе Максимовича о судьбах его выпускников то есть наш юбилей это не точка это импульс для дальнейшего развития ну это промежуточная станция назовем ее так единственное что конечно же с этой станции нужно брать еще более высокие планки и наверное осваивать новые высоты это действительно так Людмила Николаевна ну и вот уже заканчивается наша программа практически остается считанные минуты несколько слов мне очень хочется пригласить всех горожан всех выпускников нашего университета и не только всех друзей нашего университета в гости кого-то на научные конференции кого-то на круглые столы кого-то свои воспоминания представить спасибо вам за то что уже прислан вы знаете это такой масштаб работы сейчас проведен университетом и всеми кто учился в университете такие открываются знаковые фигуры лица люди да просто погулять выпускники какие замечательные да просто погулять по трехсвязкой с Максимовкой спасибо историческому факультету такой интересный проект представил на все виртуальные выставки университет открыт и я думаю что мы все время говорим когда прощаемся с нашими выпускниками что ваш Тверской государственный университет ваш гарант успеха вот я думаю что наверное Тверской государственный университет гарант успеха развития города Твери и Тверского региона уж не сочтите за наглость я думаю что это именно так это действительно так и сегодня Верхневожье наверное сложно представить без старейшего вуза Тверского государственного университета. Валерий Львович, выпускники все-таки, скажите, что ждать от них? Какие еще могут быть инициативы? Вы знаете, я думаю, что нынешние будущие выпускники ничем не хуже своих предшественников. Я думаю, что это поколение, молодое поколение выпускников, которые будут и воспитываться, и будут воспитываться, и далее на традициях школы Максимовича внесут еще большой-большой вклад в дело развития нашей Родины. Сейчас нам даже трудно представить, какое количество выпускников ВУЗа было за 150 лет. Людмила Николаевна, к следующей программе давайте попробуем такую статистику все-таки восстановить. Я думаю, что это будет интересно. Это действительно охват сумасшедший. Это такое количество, которое наверное нас и многих, нас-то может быть нет, а многих просто может быть шокирует. Друзья мои, ну вот что ж, программа действительно неминуемо близится к концу. Конечно, хотелось бы еще о многом рассказать, тем более, что Тверской государственный университет, старейший ВУЗ Верхневожья, дает нам такие возможности, но вот время программы к сожалению ограничено. Безусловно, мы к этой теме еще вернемся. Очень хорошо, что в нашем городе и области есть такой университет. Друзья мои, смотрите телеканал Тверской проспект. Это была программа тема дня, и мы будем всегда информировать вас о нужном, интересном и важном. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова